Помните фильм «Бесславные ублюдки»? Ну, конечно, помните, ведь это один из лучших фильмов в мире. В самом конце фильма они устраивали покушение на одного из самых известных австрийских художников всех времен. Но чтобы до него добраться, нужно было преодолеть двух телохранителей, и что с ними делать? Разумеется, если вы шпион, вы используете шпионские штучки, например, кулачный пистолет. Ну, дамы и господа, сегодня у нас есть такой кулачный пистолет. Представляю вам, Седжили Марк 2. И мы с ним позабавимся. Давайте прикончим Гитлера. Шампанское. Перед тем, как из него выстрелить, я расскажу вам, что же это на самом деле такое. Хоть это и было крутым реквизитом в фильме «Бесславные ублюдки», на самом деле это настоящее оружие, разработанное и, возможно, использованное агентами ОСС во время Второй мировой. Я этого не знал, я думал, что это хрень в стиле «Ассасин Скрит», которую Тарантино сделал для фильма. Но нет, это было настоящее оружие, и оно очень редкое. По разным данным, их было изготовлено от 52 до 200. Это однозарядное оружие в 38-м калибре, которое стреляет при нажатии на плунжер в его передней части. Плунжер, в свою очередь, активирует ударник, который бьет по капсулю патрона 38-го калибра, который вставляется сюда. И пуля летит прямиком, видимо, в череп того, кого вы там хотите ударить сзади. Также стоит отметить, что, насколько мне известно, во всем интернете нет ни одного видеоролика, который бы демонстрировал это оружие в действии. Это видео вполне может быть первым, в котором пистолет Седжили Марк 2 будет стрелять. И это значит, что хоть это потенциальная и бесценная часть истории, мы также как бы сохраняем его для истории навсегда, показывая это оружие в действии, и я думаю, что это очень круто. Пойдемте во что-нибудь пальнем. Как совмещать учебу с работой и при этом успешно сдавать сессию? Для этого стоит обратиться в компанию Work5, которая поможет с написанием курсовой, диплома или любой другой студенческой работы. Специалисты Work5 помогают студентам по всей России уже 18 лет. На платформе насчитывается более полутора миллионов пользователей по данным Симил РВ. Оформить заказ очень просто. Заполните короткую форму на сайте и сразу узнаете стоимость услуги. Если понадобятся правки, то их внесут бесплатно. Эксперты Work5 сопровождают работу до получения итоговой оценки. Средний балл клиентов сервиса — 4,9. Заказать услугу можно на сайте или в офисе компании. Оформляй заказ, перейдя по ссылке в описании. А при использовании моего промокода «Давай20» получите скидку 15%. Чтобы продемонстрировать процесс заряжания, у нас есть патрон 38-го калибра, из которого была извлечена пуля и порох, но в нем остался капсуль. Для заряжания нам нужно потянуть этот рычаг вверх, что открывает нам доступ к патроннику. Можем убедиться, что патронник пуст. Вставляем наш капсуль, нашу гильзу с капсулем, в патронник. Закрываем. Снимаем с предохранителя. Да, в этом оружии есть предохранитель. Я... Да. Перед тем, как выстрелить, нужно убедиться, что видна красная точка под рукавом вашего шпионского плаща, ну или для чего он там был разработан. Представляете, ударить кого-то этой штукой по лбу с включенным предохранителем. Так неловко. Мы все надели наушники и сняли с предохранителя. Тестовый выстрел произведем по дереву. Стреляю. Через три. Два. Один. Да. Вот так и стреляют. Из Седжли. Еще одна крутая особенность. У него есть небольшой рычаг, как бы экстрактор стреляной гильзы. И после этого она вынимается. Он немного выталкивает гильзу из патронника, чтобы ее можно было потом подцепить ногтем. И затем окончательно вынуть стреляную гильзу. Я подумал, что для по-настоящему первого тестового выстрела из этого оружия нужно провести наше привычное испытание. Тест пробития White Claw. С дополнениями. Отлично, наш White Claw зафиксирован в тисках, так как во время удара он не должен просто упасть. Сейчас мы зарядим наш пистолет. Мне придется бить под странным углом, так как я не могу ударить прямо. Если я так сделаю, пуля уйдет правее банки, и мы просто промахнемся. Мне придется ударить боком, чтобы ствол при этом оказался в середине банки, и пуля попала по центру. А, ладно, посмотрим, что получится. По опыту выстрела в то дерево я могу сказать, что для пробития капсуля требуется совсем небольшое усилие. Я думаю, что у нас все получится. Так, ладно, первый боевой выстрел, произведенный из Седжли Марк 2. Патрон заряжен, предохранитель снят. Все готовы, все в наушниках. Ладно. Аривидерчи, через три, два, один. Видимо, нужно закрепить чуть крепче. Аривидерчи, через три, два, один. Все это так глупо. Малина. А что если в них боксировать? Точно, в следующий раз возьмем с собой эту перчатку в боксерский зал. Да. Будет новый формат соревнований, где у обоих боксеров будут по две такие перчатки. Это будут самые короткие бои, и все будут просто... ...убегать друг от друга. Пока у бойцов преобладает защитная тактика. Аудитория напугана, и все сидят в бронежилетах. Как вы видите, здесь у нас зона разлета брызг. Наш white claw был, я бы сказал, отработан очень умело, обезглавлен. Где-то там валяется вторая часть банки. Это показывает нам тот объем энергии, который воздействует на мишень, и не только от пули 38-го калибра, а также от того факта, что давлению, остаткам не сгоревшего пороха и пороховым газом, больше некуда деться, кроме как в направлении цели. Я думаю, это также вносит свою лепту. Но главный вопрос в том, В общем, Элай снова слился. Поэтому нам снова придется использовать баллистический манекен для нашего следующего теста. Я правда хочу посмотреть, какой урон это оружие может нанести человеку. Возможно, есть несколько людей в ОСС, которые знают ответ на этот вопрос. Вообще, есть один экземпляр в музее в Японии, который выглядит будто... Его и правда использовали. Мы не только запишем выстрел боевым патроном из кулачного пистолета Седжли в голову нашего баллистического манекена, но также сделаем это при помощи высокоскоростной камеры, и если это не заслуживает подписки, тогда я не знаю, что заслуживает. Камеры, оружие и прочее оборудование очень дорогие, а подписка бесплатна. Это не угроза. Сейчас я заряжу наш кулачный пистолет, попытаюсь попасть ему примерно в лоб, или между глаз, чтобы этот выстрел и впрямь был смертельным. И сейчас, возможно, самое время напомнить вам, что технически я непобежденный профессиональный боксер после июля. Да, будто у них было какое-то соглашение после того, как они обменялись ударами. Можно я выпью чашечку кофе и вернусь через пару минут? Неплохой джеб. Ничего себе! Ну вот и всё! Какой удар! Техническая достоверность, это лучший вид достоверности. Посмотрим, помогут ли мне мои новые навыки. Шампанское. О, господи! Кровь просто повсюду. У меня даже очки все забрызгало. Да и лоб, видимо, тоже. Это жёстко. Теперь понятно, почему их использовали не так часто. Кусочки черепа просто разлетаются. Прекрасно. Мы посмотрели запись высокоскоростной камеры, и сейчас я покажу вам, насколько окровавленная у меня перчатка и само оружие. Давайте-ка достанем стрелянную гильзу. Просто вынимаю дымящуюся окровавленную гильзу. Они не сказали вам, они не предупреждали вас в ОСС, что стрелок находится в зоне разлёта брызг крови. Не так уж и просто сохранить прикрытие, когда кто-то слышит выстрел в коридоре, и выходите вы в подобные перчатки с кулачным пистолетом, и всё ваше лицо залито кровью. Ну, зато это решение довольно нестандартное. О, да, он не выглядел как тот, кого стоило защищать. О, кажется фюрер мёртв. Кровь течёт будто из крана. Это так мерзко. Вот тут-то и проблема. Коробочка-то совсем пустая. Как там выходное отверстие? О, посмотри. Выходное отверстие. О, я не думаю, не думаю, что пуля вылетела. Я думаю, она застряла в задней стенке черепа. Ей не хватило мощности, чтобы пройти на вылет. Фрагменты черепа торчат наружу, будто какая-то опухоль. И это жёстко. Если посмотреть, за исключением патронника, длина ствола здесь максимум миллиметров сорок. И в нём нет никаких нарезов. Ну что, парни, хотите выстрелить? Ну, конечно. Хорошо, твой выход, золотая перчатка. А медведь срёт в лесу? Конечно, хотим. Также стоит отметить, что это не оригинальная перчатка. Именно Седжили Марк 2, сам кулачный пистолет, абсолютно оригинальный и весь заляпан кровью. Надо будет потом всё это отмыть, не хочу, чтобы он заржавел. А сама перчатка... Что тут у нас? Фёрм грипп. Это обычный крагис Амазон. Но она выглядит довольно похоже на оригинальные перчатки, которые были использованы. Они были настолько грубые. Это не была та прекрасная белая перчатка дворецкого, которую показали в бесславных ублюдках. На самом деле, они давали вам обычную сварочную крагу. И вроде бы как даже Йен в своём видео отмечал, что одним из упущений при выдаче такого оружия настоящим оперативникам ОСС было то, что вы были единственным странным парнем в углу, который носил только одну перчатку и отказывался объяснить почему. Они не выдавали вам две одинаковые перчатки. И поэтому это было... Субоптимально. Хоть перчаткой не соответствует, всё остальное абсолютно оригинальное, что делает его прекрасной частью оружейной истории. И вот ты её надел, что ты чувствуешь? Странно. Да? Что именно? Как дерьмовая боксёрская перчатка. И ещё очень сложно не направлять её ствол на людей. Ты абсолютно забываешь, что у тебя в руках оружие. Она что, на предохранителе? Предохранитель снят. Он снят? Я просто сейчас открою патронник. Давай. Дай-ка я посмотрю. Да, нужно ударить чуть сильнее. Хорошо, побольше силы. Жалю, как пчела. Жалю, как пчела. В своё время мы с тобой спарринговались. Нет, ты так не бьёшь. Я же вроде нормально бью. Давай-ка зарядим новый патрон. Ну вот, посмотри. Да, я тебе верю, верю. Он весь в крови, в грязи. Мы столкнулись с проблемой, что эти шайбы оказались немного малы. Они прорвались сквозь отверстия в перчатке. Нужно было взять шайбы побольше. Но мы сейчас попробуем ещё раз. И он будет держать. Придерживать его рукой. Сейчас я выгляжу, как худший боец в мире. Ну, зато у тебя получилось. О, да, неплохо так получилось. У него башка взорвалась. Да, ты снёс ему крышу. О, нет. Я, конечно, не врач. Но я почти уверен, что вижу чей-то презерватив внутри его черепа. Это явно какая-то медицинская проблема. Теперь ты надел перчатку, и что ты чувствуешь? Чёрт, это круто. У меня есть силы богов аниме. И также на ней полно крови. От её предыдущего владельца. Думаю, этого владельца взъебали по полной. Давай-ка откроем патронник. Ты тоже постарайся провести время увлекательно и весело. Перестаньте сопротивляться! Этот человек больше не сопротивляется. Братан, ты только посмотри на этот выстрел в череп. Пуля вошла просто отлично. Посмотри на все эти осколки черепа. Они просто разлетелись. Да ещё к тому же этот презерватив свисает у него спереди. Чё-то мне нехорошо. Мистер Старк. Когда тебе стреляют в голову, твой внутренний гондон вылетает. Да, именно. Блин, просто ужасы войны. Поэтому я их и не использую. Ты что, врач? Я хоть и не хирург. Но он как новенький. Это гематома. Это 80% уровень инвалидности. Ранение не связано с несением службы. Я знаю, что когда ты приедешь домой, ты захочешь снять эту форму. Я сделаю тебе кое-что, чего ты не сможешь снять. Это одна из моих лучших работ. Да, нахер. Не, ну я же заплатил за него. И это, дамы и господа, был Седжили Марк 2. Это любопытное оружие и шпионская часть истории Второй мировой. Я даже не знал, что это оружие реально. Как только я узнал, что оно не только реально, но и доступно для покупки, я просто обязан был его купить. Но это не только крутое дополнение моей коллекции для личного использования, но также отличная возможность использовать эту платформу и вас, парни, как аудиторию, чтобы сохранить подобную часть истории, рассказать о его появлении и показать, как оно работало в былые годы. Спасибо вам, парни, за то, что смотрите, спасибо, что подписываетесь и оставляете свои чудесные комментарии. Я всегда их читаю, хоть это и часто вредит моей психике. Очень часто вы, парни, пишете всякую дичь. Еще раз спасибо, парни, за то, что помогли нам набрать 3 миллиона подписчиков. С ума сойти, спасибо вам за поддержку. В любом случае, у нас это все для вас на сегодня. Давайте начай официанткам и увидимся в следующем гребаном эпизоде. Я не знаю, слов нет. Спасибо, парни, увидимся.